доброе утро этот паровоз возле меня прется опять эти нас две организации одни хоть как-то делают вид что едят вторые вот и так уже минут 15 опять мне прям это выводит так и уже вот так у нас несколько дней какие-то они себе представляют картины что хозяйка сейчас так как все остальные хозяйки испугается расплачется поведет быстрее козочек домой потому что они у меня почему-то сегодня гулять не хотят потом натаскает им там целую кара кормушку будет убиваться вот почему-то они так думаю не пойду опять говорю хотела их хорошее место отвести не пойду пускай живут здесь или стоят сейчас мы постоим опять мы ждем звонка ребенок позвонит и мы пойдем туда а потому что сейчас мы то уезжали воскресенье сеном в кормушку кладешь а вчера я делала российский господи как же его делать муторно ужасно вообще просто сколько его делать и вечером я не пошла гулять потому что нет такой возможности ну это естественно положили им сено положили им сено они все эти вкусненькие травки скошены съели палки все оставили полная кормушка аж вываливается этих там всяких других они считают нами это отходами но самое вкусное как все такое заделают они съели а там у них в кормушке лежит остальное все убирать не буду вот и они думают они же уже все они сразу говорила они рыжая коза так как стояла мордой свои остальные хоть пошли делают вид это стоит и они у них уже сложилось так они думают что опять они придут а им сено а им опять травы скошены в кормушке опять они придут а им травы туда у меня разговор не такой буду доедать все что есть к и это нового подкладывать ничего не буду естественно ни в коем случае потому что уже вот так вот несколько дней такая картина мы выходим и вот так они минут 15-20 стоят что меня очень прям выводит ладно кто-то с боками да ему ты можешь постоять вон возле меня а есть ну просто велосипеды тощие ребра светятся и они стоят морду еще так вот задерут и на меня смотрим они знаете таким немым укором они еще часто бывает когда жалеешь козочек подходишь к деревьям до начинающим наклоняя все вот это вот да а потом они тоже просто наглеют они тупо уже просто подходят другое уже они ничего не едят а вот так вот подходит и смотрят на дерево на тебя на дерево на тебя ну типа давай чё ты стала то и вот так вот стоят сами голову не нагнут на траву не поднимут козы очень быстро улавливают этот момент начинает ведь из хозяев из хозяек веревки которые начинают метаться таскать все сараем о бедные козочка они не захотели чуть ветерок они мне не мне вот это вот прям я не знаю мне вот это смешно конечно слушать они не захотели стоит ну тоже но этому-то ладно постоять пускай он постоит тут подышит кстати не такая жара жарковат конечно но прям не такая уж и жара стоят эти как стояли так стоят вот этому-то все равно у него бока есть он сейчас пойдет и наезд а те рыжая коза вот посмотрите но она только место сменила то она там стояла теперь она вот здесь вот тут стоит видите она даже голову не опустит вниз ну пускай стоит стоять то нам недолго осталось нам нужно будет домой бежать а там палки поэтому дилемма будет то ли палкой жрать там в кормушке то ли вечером выйти и есть и здесь вот даже у других и этого уже давным-давно нету да можно было и здесь поковыряться то хорошо но нет вот все едят уже все едят а это смотреть паразитка огром но все-то должен должен был дождик и вчера и сегодня его нету как-то и так на всю неделю а его нету позвала подошли и едят едят а это стоит ржавая ты ко мне да ко мне поближе стать ну тебе то ладно ты если даже похудеешь хорошо будет делает вид что вот такие вот травинки есть я не вижу отсвечивает солнце да прям все у нас вот за 40 50 градусов у нас сейчас прям вот исполнится прям делает такой вид идти кому надо здесь и крапивка и всякая трава ну смотрите на зелень ну видно же да хотел идти конечно другие места но не пойду сейчас прям нет стоим стоим все таки там организация она своя нет кто то есть это тварь ржавая как у нее два имени у нас смотря по обстоятельствам или рыжая коза или ржавая тварь пока показывал уже много раз она возьмет одна прям специально в разрез стада берет и куда-нибудь по тем все 100 все стадо за мной допустим где-нибудь рядом со мной она постоянно отдельный и постоянно туда куда нельзя и естественно они за ней начинают перебегать потом а она вот так по краям всегда держится по краям по краям сейчас начнет уходить в сторону вообще в другую от нас и вот такая тварюка она всегда вот одна единственная выбивается не ходит послушно со стадом видите кто-то поел кто-то стоит вот как стояла так она ладно бог не целуем ваши ручки этот ладно жарко ему да этот шерстяной весь нет остальные кстати нормально не на сейчас ты начнешь тут мне обнимашки целовашки да этот-то видите вы этого в репениках сейчас репи пойдут сейчас будет опять народ возмущаться искупайте козла он вас грязный непричесанный вычешите выстряжите с диванов все и не такое напишем да вообще красавчик он так гладенький то эти кстати места то редкие у него так там гладенький прошло полчаса едим ржавая тварь посмотрите великая забастовщица ладно стой стой сейчас домой пойдем а там палки в кормушках нет изволила голову наклонить ой нюхает что-то смотрите на нее кстати место вот это очень хорошего моего я его часто обхожу стороной чтобы на потом оставить то как запасной вариант здесь вот эта ложбинка и видите здесь зелень 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 здесь вот как стать и можно два часа здесь и есть и есть вот но все чаще конечно у нее вот это имя второй вариант очень часто я ее так называю не рыжая коза вот этим вторым да потому что она все так я и почему каждый год хотела прям отбраковывать я ее прям года два назад уже прям все точно потому что ну понимаете когда есть какой-то стадия и который ну просто вот выбивается ну кстати так по поведению она нет она нормально если бы она еще была дебилка и по поведению ее уже давно эти зрели как котлетки на столе да как фаршик в морозиловке а вот в любом стаде вот что раньше у нас у бабушки в деревне что здесь было у нас огромное стадо я стояла наблюдаем как мы гуляем допустим и они там где-то через речку постоянно какая дебилка которая ну в разрез она уходит от стада она идет куда-то она вообще не слушается она сама по себе его за ней вечный бегут и так уже люди еле ходят уставший и вот везде такая есть да у нас деревне стадо прям прогоняли коровки идут сами домой ну кого-то встречая да а какая за ней уже пошли опять там за 10 километров там где она шастает там где куда-то она забури и вот так каждый раз это обычно одни и те же коровы одни и те же козы и вот я прям хотела два года назад вот только из-за этой причины ее резать ну потому что прям вообще она просто берет и уводит всех ну нет би я что же не издеваясь над козами яших не не приведу в куда куда там в пустыне да и буду стоять вот прям и упиваться здесь власти своей да мне же тоже в моих интересах лучше отвести козытик чтобы они лучше поели быстрее поели а есть такие места где прямо отведешь и они по быстренькому а там зелени травы и сочной они по быстренькому часа за полтора наедятся и домой мне бы тоже это было лучше да естественно это на молоке отражается вот я ж не буду их ну куда-то не пойми куда в голодное место вести когда кругом зелень нет конечно я тоже выбираю места чтобы лучше было а есть такие у меня одна была коза такая и конечно уже не осталось мы все жили в городе вот я наблюдала какие маневры представляете мы выходим гулять а вот это вот тварь так тварь это точно мы идем да все послушно ну там сколько было у меня три четыре пять в городе немного конечно так стоит только нюхает вообще вот представляете что я наблюдала а сначала мы все вместе идем кузы едят им здесь вкусно им здесь хорошо она начинает отходить и раз на них оглядывается если они на нее смотрят но она же видит вот этот момент когда они как бы готовы за ней тоже пойти рассказано возвращалась опять делала вид но ей ничего не оставалось потому что за ней никто не идет и какое-то время была со всеми козами добивалась того чтобы на нее посмотрели чтобы за ней пошли и уходила и вот так она представляете когда никто не идет она возвращалась у нее был вроде козы да такие животные чтобы они понимали они не думают как люди ага совсем хуже делаю сейчас я специально на злоде а вот понимаете вот я на это единственная была такая коза которая она просто тупо она тупо сама по себе вот такая вот а то было прям вот тоже такая вот тварина которая прям именно их уводила и вот она дождется чтоб на нее посмотрели она сделает сзади меня там подпер она сделает она добьется вот этого момента чтобы на нее посмотрели она раз вернется опять отойдет опять если неудачно она опять вернется понимаете как у него ум работу и все-таки она их там с третьего с четвертого раза она уведет стадо вот потому что указ у остальных то у них нет такой противности и козы просто смотрят на нее ну и они они же не рассуждают вот так как как люди да а элементарно если коза куда-то пошла побежала значит там что-то вкусное и стадо естественно к ней присоединяется а то не была такая это остальные были все такие простушки а то не была такая простенькая то именно вот с таким поганым смыслом и я конечно от нее избавилась быстро и вот прям вот годами и вот не везет ей везет сколько я хоть я прям вот год я точно хотела ее зарезать потому что невыносимые сейчас опять это начнется мы здесь она 5 туда куда и к соседям естественно ну до соседей она не доходит потому что я вылупы в глаза начинаю здесь носиться она и все стадо туда не туда так туда к тем соседям и вот она начинает вот так вот ходить сама по себе вот она не то что такая она пойдут за ней не пойдут она вечно где-нибудь одна шастает в других местах она всегда такая год не зарезала потом думаю на второй год точно а потом как-то она по молоку стала нормально давать вот так она и живет но спокойней чтобы я ее убрала но пока обстановка а вот так она и не все и она вот пошла она пошла ей надо именно туда сейчас она будет туда уходить ведь о чем я говорила мы все пришли все за мной а это мадам вон она и увеличила кажется что близко нет она не близко она хотела идти уже опять туда там опять соседская и вот так она себя ведет никуда мы уже не пойдем ни в какие хорошие места ни на какой дальняк я уже не пойду я просто не хочу потому что время то уже прошло достаточно сосном если немножко погулять и пойти мне делать сыр поэтому они сегодня все не хотим ничего удивительного потому что вчера они ели из кормушки и там еще остатки есть и поэтому они думают что я приду эти остатки все вы грибу которые они не хотят а нового туда натаскаю вот они так думаю тут стоит так и стоит а нет причем она посматривает не то что она там увлеклась там бывает коза до бывает всякое увлекла съела мы там все ушли она потом как давай орать господи куда все куда все делись бывает ела ела такая задумалась нет она там есть есть она на нас то посматривает то есть тоже коза такая непростушка а вот теперь мы и легли да ребят вы меня сейчас достаньте я короче сейчас прям прям сейчас развернусь и пойду домой а а ведь все опять можно спуститься немножко и там уже опять овражек и зелень вдоль берега но нет же хозяйка здесь стоит а куда они пойдут в облом вот они прямо иногда такие про иногда встанут и там где никогда козел ты прям что-то уже попутал ага алтай ну-ка дай ему вот он подходит так то он меня боялся это по мылкам козел молодой а сейчас он прям в гон такой входит и ко мне начинает борзеть все укусили укусили ага поэтому она все чешется ленте видали его вы видали твое ты охраняешь да алтай у меня такой козел что он он не дебилов как все молодые да часто бывает он когда надо он свою работу обязательно сделать там да да и того когда козы должны прийти вот она вот она должны прийти в охоту он это чует но никак не так вот чтобы просто так и знаете как эти молодые дурачки начинают развлекаться за ездить замучают всех коз но пока не мучают но но начинают проявлять внимание алтай так себя никогда не дал но она так и не если он рыжая коза и она не заболела она ничего не плохо себя чувствует все нормального это у нас часто вот такие вот понты тут понимать ситуация кто кого переломит или хозяйка их или они хозяйку в итоге смотрите у нас те еле едят лежит 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 рыжая коза все-таки на тот берег ушла и они хотят не подбегать этот как не ел так и не ест короче мне все надоело мы идем домой сегодня пошли быстро ну потому что мне зачем здесь торчать ничего не постоят до вечера а вечером поедят и не жарко будет и не холодно блин и нормально и трава и здесь же будет нормальная трава а то они мне сегодня устраивают концерты вон уже туда как козел за этой за ржавый полез сейчас они все туда на тот берег перелезут и побегут в глаза рыжая коза она вообще пошла туда она вообще я вот поеду почему мы уходим и козел за ней ну хорошо что только один мы ушли козел за нами бежит они понимают даже если куда-то отходит естественно козы понимают что ну там вон стада подальше нужно к ним вернуться но он побежал и уши рыжая коза за ним вернулась а так все быстро домой закончились наши гулянки как вышли так и зашли но некоторые видите они просто не худые вот как все портит еда в кормушке не даячу буду караван поднимается в гору поднялся уже я осталась сзади вот это даже очень хорошо потому что они побежали домой не по полям куда-то знают что у них кормушки вот а люди как часто прям действительно такой честный комментарий они как искренне не понимают почему козы у них не едят на выгулах на выпасах не едят это представляете до какой степени оттуда в сарай то я им натаскиваю и того и того и того и того и они не понимают хозяева обычно у нас такой распорядок вышли поели пришли вышли поели пришли наезды два часа коза вполне хватает ну смотря где конечно у кого-то травы нет вообще и ничего в кормушку вечером вышли наелись пришли и ничего в кормушку иначе потом вы их не вытащите на гулянку я не знаю что непонятного да а здесь травы по участку да вот здесь бы походили бы это не жестокость когда не кладешь ничего в кормушку а там видите да не еще столько положил что вываливал вчера ну и сегодня вываливается они быстрее они будут издеваться так они быстро все это улавливают даже после первого раза положу им немножко они уже пойдут на улицу и будут стоять вот своими этими мордами водить по сторонам нет у всех людей жизнь разная да кто-то живет для коз много же пенсионеров занимается вам людям нравится это естественно ну естественно это нравится как бы до меру когда не стадо если было сада не вас быстро сожрут затопчут если вы так будете сердечно к ним относиться вы скоро кончитесь вы вот если вам нравится такая жизнь то что вы делаете ну я имею ввиду так балуют накладывают когда не надо ну зачем вы жаловаться зачем жалуетесь тогда да прям ну так вот часто я говорю комментарии не один там не не примите кто-то на себя если кто-то может быть там недавно писала что-то это вообще просто частые комментарии действительно люди искренне не понимают если вам не нравится это то есть если нравится то ну хорошо может у людей смысл жизни им ну нет у них ни пять не десять детей да и и это в удовольствие это все мы занимаемся хозяйством во-первых но мы не от того что мы умираем голодаем тут вымираем я не знаю что еще ну во первых это просто все нравится да иначе ты это все возненавидишь если тебе это не нравится но ты не сможешь себя ну вот я допустим заставить пойти этих кормить этих чертовых коз если ты их ненавидишь если тебе все это не нравится если тебе все это осочертело да нет конечно нам всем это нравится если вам нравится вот так вот понятно что уже козы вами пользуются ну то и и нормально да и у всех жизнь разная кому-то так нравится и хорошо а если вам не нравится вот это это я к чему говорю то не делайте просто так не накладывайте полный сарай полный там не надо вообще их кормить если вы это я говорю тем а ты сейчас господи люди вырвут кусок до из контекста не надо вообще косник кормить надо издеваться вот как я вышли они не поели мы сразу домой на неже здесь здесь же смысл вообще не такой в этом да я говорю про то что козы вышли на природу им достаточно они наелись все им хорошо и они будут вам давать молока больше чем вы им будете таскать там ведрами в сарай понимаете им достаточно они наелись они хорошо поели и на улице они выбрали не то что почему вот капризничают оставляют да много остатков всяких ну потому что мы-то им там понавалили все подряд и приходится есть а я же не будут вот эту целую кормушку сейчас выгребать и помойку выкидывать нет когда съедят тогда только другое подложим это если надо будет если надо будет нам уезжать тогда подложим а так нет пускай едет стоит и они доедят это а на улице же они они выбирают нам кажется что они молотят все подряд но иногда бывает так удачно зайдешь что они прям едят едят прям на одном месте все съели за полтора часа у них животы большие все мы раньше идем домой но там то видите они выбирают там макушка того 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 и вот мы передвигаемся они все выбирают так что это я тем людям которые хотят пасти у них есть такая возможность спасти а вот козы у них почему-то капризничают и они никак не поймут почему козы капризничают перестаньте кормить коз перестаньте подоились зерна съели там с утречка ну кто-то вдойку не дает кто-то там по нормам сыпет отдельно а дойку у них отдельно но мне так удобнее быстрее я подоилась зерном с утра и вечером подоилась зерном это там осенью зимой когда мы уже не дуемся естественно я им сыплю в кормушке там в другое время подоились зерна немножко получили немножко на ели с травы от пуза и вот это вот большая козом польза нагулялись опять же я говорю поняли да против кого есть возможность гулять многих нет такой возможности выпуска мы тоже жили в городе и я это все понимаю прекрасно это все намного тяжелее я знаю сад он пришел если разговаривать пришел на дверь открыл